Добрый вечер, коллеги! Напишите, пожалуйста, в чате, видно ли меня, слышно ли меня, откуда вы я почитала. Сегодня в основном вечером все сразу заходили и писали, из какого города они. Так, вижу, вроде бы слышно и видно. Хорошо. Коллеги, вы помните, я надеюсь, что если вдруг у вас какие-то проблемы со звуком, то заморозьте видео со мной. Если вдруг нету звука совсем неожиданно, подвигайте ползунок громкости на видео, опять же, со мной. И, может, тогда уж если совсем не будет ничего помогать, тогда перезайдите с другого браузера или просто заново зайдите на вебинар. Отлично. Но я вижу, в основном всем все хорошо слышно и видно. Коллеги, у меня сразу к вам вопрос. Нас уже 192 человека, можно уже спокойно спрашивать. Вот тема у нас сегодня с вами об методических особенностях обучения дошкольников английскому языку. А кто из вас преподает в детских садах, либо в кружках, либо в секциях для дошколят? Есть, вот детский сад, на дому, сыну преподают, детский сад, детский сад, еще вижу, дошкольники есть, в репетиторстве, детский сад. Много как в детском саду работающих педагогов у нас сегодня. Очень хорошо, очень, значит, тематически у нас такой вебинар будет, не общеразвивающий, да? Вот у внучки английский, в школе подготовка, да, для правильных шестилеток обычно. Ярославль у нас на проводе, хорошо, детский сад, колокольчик. Ага, индивидуальный своему ребенку, очень хорошо. То есть я вижу, в принципе, да, вот человек 30 нам сейчас в чате отписалось о том, что они преподают как минимум в детском саду. Я думаю, что большинство из вас еще и в школе наверняка какие-то кружки и секции для совсем маленьких детей преподают. И в секциях, и на вот курсы для подготовки к школе. То есть очень у нас такой все-таки вебинар сегодня тематический с вами. Итак, давайте мы начнем. Начнем мы с того, что посмотрим, какие же есть предпосылки к успешному обладению иностранным языком в дошкольном возрасте. В первую очередь, конечно, это способность целевого запоминания необходимой информации. То есть у нас дошкольник запоминает информацию для какого-то определенной цели, той, что мы ему сообщаем. Мы ему говорим, что это слово понадобится, когда будешь говорить вот про это, а это слово обозначает вот это и так далее. То есть он всегда будет применять полученные им знания в определенных ситуациях, которые мы ему описали. Потому что он еще маленький, он у нас будет все-таки действовать по инструкции взрослого. Происходит начало формирования процесса логического мышления. Это если, конечно, говорить о трех-четырех годовалых детях. К пяти годам уже процесс логического мышления уже более-менее развит. Появление способности оценивать свои поступки и поступки своих товарищей. Осознание того, что хорошо и что плохо. К пяти годам у нас уже все это сформировано до шкаля. То есть уже в шесть лет они прекрасно понимают, что хорошо, что плохо. Закладывание фундамента представления и понятий детей, которые обеспечивают успешное умственное развитие. То есть мы с помощью иностранного языка как раз будем развивать у детей представления и понятия для успешного умственного развития. Такой своеобразный фундамент будем собирать. В дошкольном возрасте более высокий темп умственного развития. Формирование способностей к начальным формам абстракции, обобщения, умозаключения. Мы знаем с вами, что детки как раз маленькие, у них не вызывает особых сложностей придумать какое-то обобщение для чего-то, что-то объяснить, проанализировать, вывести какое-то умозаключение. Пускай это будет с их возраста, с их жизненного опыта и, допустим, не очень еще больших знаний, но, тем не менее, они это делать умеют, они это могут сделать. Развитие образного мышления и начало постепенного перехода к понятийному мышлению. Расширение и углубление содержательной мыслительной деятельности детей. Интенсивное формирование познавательных способностей. Дети тянутся к знаниям, особенно в 5-6-летнем возрасте. С 5 лет это уже способность сохранять устойчивое внимание при выполнении заданий. То есть у нас, начиная с 5 лет, дети уже могут удерживать концентрацию внимания в течение 7 минут на одном виде деятельности. Где-то уже на 8-й минуте, конечно же, концентрация внимания будет все меньше и меньше, и стоит, конечно, вид деятельности в этот момент сменить. И у меня сразу вопрос к вам, коллеги. Буду ждать, что в чате вы мне напишите. Знаете ли вы, что такое импринтинг? Пока нет, вижу 4 ответа. Это очень хорошо, значит, мне будет о чем рассказать. Яркое представление. Вот есть вариант, он правильный. Перенос на себя, это немножко совсем такая обыходная какая-то объяснение. Да, запечатлевшийся образ. То есть вот мы примем из ответов в чате, как правильный запечатлевшийся образ и яркое представление. Действительно. Импринтинг – это фиксация образа в памяти. И я уверена, что вы знаете об опыте Конрада Лоренца. Знаете? Напишите в чате. Чешский ученый Конрад Лоренц. Я думаю, знаете. Вот коллеги некоторые пишут, что знают. Просто те, кто не знают, забыли, что это именно он делал. Чешский ученый Конрад Лоренц в курсе биологии это рассказывали нам. Даже коллеги вспомнили, что это в фильме «Сумерки» было. Лоренц провел опыт с серыми гусями и доказал, то есть он сначала поставил такую гипотезу, что того, кого гуси, новорожденные, утята увидят в течение 13-16 часов после своего рождения, того они будут считать своей матерью. То есть неважно, кто бы то ни был, они в любом случае будут считать его матерью, потому что они именно его увидели, запечатлели и будут тянуться именно к нему. То есть это к вопросу о том, что я заботила Лоренца, вот как происходит в природе то, что детки, определенные, например, у театра, знают свою маму. Как они вынимают, где именно их мама? Ведь утки все похожи. Вот, да, вы, коллеги пишут, что теперь вспомнили. Я узнала, что вы и так помнили. То есть вот, пожалуйста, явление импринтинга, оно и на человека, конечно же, переносится, и немножко в другом, конечно, смысле, но тем не менее у ребенка дошкольного возраста уже развита способность к фиксации образов памяти, что, конечно же, нам помогает в изучении иностранного языка. Ну и, конечно же, последний пункт, он такой, да, общеизвестный, то, что преобладает воображение, дети действительно могут нам навоображать, напридумывать, особенно если дать им какие-нибудь карточки развивающие, очень-очень много всего интересного. Однако, наряду с предпосылками для изучения иностранного языка есть, конечно, и трудности в усвоении иностранного языка дошкольниками. Трудностей, конечно же, меньше, чем предпосылок. Именно поэтому все-таки считается, что изучение иностранного языка можно начинать в дошкольном возрасте и даже следует. У дошкольников отсутствуют действительные актуальные мотивы овладения вторым языком. То есть для них родной язык – это первый язык, второй язык, соответственно, будет иностранный. Отсутствуют у них мотивы лишь потому, что они еще маленькие, не до конца понимают, зачем им нужен будет этот иностранный язык. Хотя, если нужно, да, и хочет воспитатель или родитель донести до ребенка, зачем ему нужно учить иностранный язык, то, конечно же, он это сможет сделать, да, и ребенок, в принципе, будет знать, что ему объясняли, зачем нужно изучать иностранный язык. Так как цели, которые взрослые ставят перед ребенком, для него слишком абстрактны, то обучение вынуждено строиться как удовлетворение познавательных, игровых, личностных потребностей ребенка. Действительно, все обучение настроится вокруг игры, вокруг стихов, песенок, небольших заучиваний нескольких слов, да, либо это могут быть, например, стихи, да, где в конце одно слово на английском, да, либо какие-то загадки, да, могут быть поделки, когда вы потом с поделкой играете, могут быть карточки, когда потом карточки применяются в игре. То есть, пожалуйста, здесь все будет крутиться вокруг творчества, вокруг игры, вокруг развития познавательных и личностных, конечно же, потребностей ребенка. Вот, есть комментарий. У нас дети учат для общения с игрушечным персонажем из Англии, не владеющим русским. Вот, то есть, вот то, о чем я говорю, да, достаточно придумать, зачем нужно учить, да, и уже цель превращается в, так сказать, средство. У дошкольников могут возникать личностные психологические барьеры в связи с непривычными звуками иностранной речи, странными для детей словами и фразами, случайными ассоциациями с родной речью. Ну, с родной речью примеры вам, наверное, не приведу, но с иностранной речью, да, если вы, допустим, с детьми выучили слово «рэббит» и хотели им рассказать о достопримечательностях Лондона на одном из других занятий и произнесли «Westminster Rabbit», то для них, скорее всего, это слово послышится как «рэббит», и они у вас могут случайно понять, что есть какой-то вестминстерский кролик, да. Вот такое может быть случайно, допустим, да, обознались они, да, со словом «ослышались». То есть, вот, пожалуйста, как вариант того, что трудности все-таки есть, но они, конечно же, преодолимы. Давайте посмотрим на психологические основы обучения иностранному языку дошкольников. Вот еще есть комментарий в чате. «Сын очень любит телепередачи, где герои учат алфавит и находят слова». Вообще хорошо, когда дети тянутся к иностранному языку. Кстати, до этого в чате видела вопрос про повторение ли это дневного вебинара. Ну, под повторением могу сказать, что презентация не менялась, но не запись. Итак, про психологические основы. Психологические основы коммуникативно-деятельностного и лично-деятельностного подхода к обучению неродному языку были заложены в трудах Рубинштейна, Леонтьевых и Зимней. Этот подход означает, что в центре обучения находится обучающийся как субъект учебной деятельности, а система обучения предполагает максимальный учет индивидуально-психологических, возрастных и национальных особенностей обучающегося. И индивидуальные особенности человека, то есть здесь и речь, и темп, и объем слов, которые он знает, объем лексики, объем знаний грамматических структур, произношение. Все это относится не только к родной, но и к иностранной речи. В процессе общения на втором языке дети прибегают к следующим стратегиям. Давайте их рассмотрим. Первое, это самое простое, это, конечно, имитация слова, произнесенного другим. То есть в угайме у нас дети работать могут, любят и умеют. Воспроизведение заученного наизусть ряда из песни, стихотворений или считалки. Об этом тоже, я думаю, говорить не стоит дополнительно. Все дети любят учить маленькие стишки, маленькие считалки, заучивать песенки и петь их потом. Использование неанализируемых формул в знакомых ситуациях взаимодействия. Манипулирование с языком в речи, обращенной к самому себе. Мы можем здесь представить, что дети в принципе действительно могут разговаривать сами с собой. Спрашивают, можно ли скачать потом будет презентацию. Да, можно будет скачать презентацию. Я думаю, что завтра мы ее разместим на форуме для скачивания. Так что следите за обновлением темы презентации с вебинаров. Что касается речи, обращенной к самому себе, я думаю, что вы помните цитату из фильма «Весна» про Фаина Раневской, про белую горячку. Кто больной? Я больной. Маргарита Львович, пардон, Лев Маргаритович. Вот это то же самое, что действительно дети могут обратить речь к самому себе, сам с собой поговорить. Самостоятельное исправление ошибок, допущенных в речи. Просьба объяснить непонятное слово и выражение. Два последних, конечно, пункта не для всех детей. Это понятно. Не все дети обратятся за помощью. Некоторые будут действительно стеснительными. Но, тем не менее, как одна из стратегий, это тоже выделяется. Давайте посмотрим на задачи обучения иностранному языку. В дошкольном возрасте самая главная задача – это развитие. И это прописано в ГОС дошкольного образования. Основная задача занятия английским языком – это сделать обучение языку успешным, благодаря его включению в целенаправленную, содержательную, интересную для ребенка деятельность, развивать детей средствами иностранного языка. То есть мы их не учим иностранному языку, мы с помощью иностранного языка их развиваем, а тем самым изучаем иностранный язык. В ГОС не предусматривает формирование у детей коммуникативной компетенции школьного типа и тем более контроля усвоенных языковых средств. То есть по ГОСДО у нас нет контроля вообще никакого у детей. Мы их не контролируем. Максимум, что мы можем – это для себя отслеживать, сколько новых слов у ребенка действительно запомнилось. Причем у каждого ребенка будет своя у нас какая-то графа. Мы их между собой сравнивать ни в коем случае не будем. Каждый ребенок индивидуален. Мы не можем проводить никаких тестов, никаких срезов, ничего. Ни как административного, ни так и для себя. Мы можем только отслеживать с добрыми намерениями, добрым мониторингом. Осуществлять его только для себя, причем даже не для демонстрации, например, родителям. Как могут родители оценить? Мой ребенок чему-то научился на занятиях английскому языку или нет? Вы можете показать для родителей небольшой спектакль из нескольких фраз, когда ребенок действительно продемонстрирует, что он уже умеет. Вы можете разучить с ними какие-то стихи, сделать вечер для родителей или выучить песню и так далее. То есть успехи будут на деле, на определенных каких-то практических примерах. И коммуникативная компетенция, конечно же, вторична от решения развивающих задач, среди которых главное – это формирование у дошкольников познавательных потребностей, интереса и желания учиться в школе. То есть самое главное в дошкольном возрасте – это заложить мотивацию к изучению иностранного языка, чтобы потом, когда они у нас пришли в школу, им еще больше хотелось заниматься. Там у них будут и другие учебники, там будут парты, там будет школа, там уже будет ни детский сад, ни подготовишки, ни секции, ни кружки. То есть нужно им это все привить, и это самая главная наша задача. Давайте мы посмотрим, и мы сегодня будем смотреть на примере курса «12 шагов к английскому языку», прежде чем только про курс поговорить. Сначала покажу вам обложки, причем покажу и визуально на слайде, и так. Чтобы вы себе представляли, как это все выглядит. Пожалуйста. Что я с собой, по крайней мере, захватила. Когда вы это все приобретаете, у вас оно запаковано в пленку такую. Здесь есть у вас и диск уже вложен, и что внутри находится, я вам сейчас отдельно покажу и расскажу, и на все вопросы отвечу. Что у нас еще? Здесь авторы Радислав Петрович Миллер и Наталья Александровна Юшина. Кстати, Наталья Александровна будет давать вебинар 23 числа, так что приглашаю на авторский вебинар в 11 и в 3 часа. Если эти пособия уже в интернет-магазине, те пособия, что у вас сейчас на слайде, это первые 4 книги из 12, да, уже есть в интернет-магазине, вы можете их приобретать. Где можно купить такие УМК? Купить можно, например, в интернет-магазине. Заходите на www.english-tites.ru, нажимаете, кликаете на вкладку «Интернет-магазин», выбираете дошкольную литературу, и там уже спокойно в разделе «Для 4 лет», потому что, посмотрите, у нас здесь 4+, стоит на книжечках, потому что первые 4 книжки – это для 4-х леток, вы найдете эти пособия. Вот как раз дальше. Все вопросы сразу. Хорошо, я сразу на все вопросы отвечу и покажу. Спрашивают, есть ли книга для учителя? Книга для учителя у вас уже, пожалуйста, здесь сразу же в книге. Вот она вся внутри. Причем она такая довольно, поверьте, внушительная. Вот я вам так пролистаю. Здесь у нас есть и поурочное описание, здесь есть прописанные цели, задачи к каждому занятию. Как работать с разрезным материалом и так далее. Вот коллеги уже пишут, что смотрели. Другие коллеги пишут, что уже и держали, и им понравилось. Что цены демократичные. Да, кстати, стоимость одного пособия – 138 рублей. Спрашивают, каждому ребенку надо по книжке? Здесь уже зависит от того, как вы будете это проводить. Но скорее, да, каждому ребенку по книжке. Но я думаю, что 138 рублей – не такая большая цена. Есть ли рабочая программа? Рабочая программа выйдет. Единственное, что я могу сказать. Я не скажу, когда. Об этом лучше мы спросим на следующей онлайн-консультации у Алексея Васильевича Конобеева, как у главного редактора. Но, тем не менее, я вам точно скажу, что она будет, она выйдет. У нас еще, да, ожидаются как раз еще книжки для пяти леток, для шести леток. Что и когда выйдет, я тоже скажу и покажу. Ожидаются также у нас к выходу готовятся первые английские слова автора Алексея Васильевича Конобеева. Здесь у нас, пожалуйста, несколько тоже пособий. Это I can, seasons, toys, what do animals say, what do birds say, colors и let's count. Можно ли использовать эти УМК при работе в первых классах, как на доп. занятиях? Да, можно. И пособия, стихии, загадки, ой, я их тоже с собой захватила. Тоже вам покажу, как это все красиво и красочно выглядит, потому что на слайде, конечно, это все не так, на мой взгляд, красочно и красиво. Ну вот, все это с забавными иллюстрациями, с забавными картинками, с интересными развивающими творческими заданиями. Да, посмотрите, какие замечательные подводные жители. Больше всего мне здесь, конечно, нравится прекрасный кит, которого дети делают сами по специальной выкройке. Вот так вот. То есть здесь, пожалуйста, простор для творчества огромен. Авторы те же пособия с загадками? Нет, авторы пособия с загадками, которые я сейчас показывала, автор один, Юлия Геннадьевна Курбанова. А автор «12 шагов к английскому языку» Рынслав Петрович Милют и Наталья Александровна Юшина. Так. Спасибо большое, а допущены ли они министерством? По ВГОСДО никакая экспертиза не проводится, но, тем не менее, они рекомендованы институтам детства. Так что, конечно же, их можно использовать, на них есть рецензии и так далее. Целесообразно ли учить ребенка английскому алфавиту, пока он еще не знает русского? Я думаю, что здесь это вопрос уже такой сугубо методический. Почему все логопеды всегда против обучения иностранному языку? Потому что у логопедов работа такая. Вот единственное, что я могу сказать. Потому что считается с точки зрения логопеда, что исправлять потом почему-то приходится после английского языка. Хотя достаточно рассказывать детям, куда стоит положение языка при произнесении звуков. И, соответственно, не будет никаких проблем. Вот кто-то уже получил вчера такие пособия. Да, там есть задания на разукрашивание, на дорисовывание, на поделки. Причем к поделкам есть и выкройки сами. Вот про один учебник, насколько занятие. Хорошо, много вопросов, поэтому сейчас я сразу на них на все отвечу. Итак, это курс «12 шагов к английскому языку». Это современный отечественный курс английского языка для дошкольников. Обратите внимание, что это получается целый у нас УМК. То есть это первый УМК для обучения дошкольников английскому языку. В нем реализуется комплексный подход к обучению и развитию ребенка. Используется сквозная история, сказки, игры, карточки, комиксы, формирование умений взаимодействия на английском языке, опора на родной язык для создания значимого контекста, обучающие им мобильные игры для закрепления активной лексики. Каждый УМК включает книгу для ребенка с книгой для воспитателей и родителей, разрезные карточки для игр, пазлы, маски для ролевых игр, аудиоприложения, обучающие игры для мобильных устройств. Курс рассчитан на 35-36 занятий в год. Соответственно, это два занятия в неделю, каждое занятие по 20-25 минут. Да, вот как раз уже сразу отвечают на вопрос, сколько нужно таких, один учебник на сколько занятий, да, сколько их нужно в год. Получается, что у нас на один год жизни ребенка 4 книги для 4-летки, да, 4 книги для 5-летки, 4 книги для 6-летки, 4 книги, и того будет, соответственно, 12. Да, вот как раз части с 1 по 4 для детей в возрасте 4 лет, с 5 по 8 для детей 5 лет, и части с 9 по 12 для детей, для детей 6 лет. Что, когда выйдет на слайде, есть, да, получается, что у нас с вами уже к сентябрю весь ОМК будет на руках, включая рабочую программу. Давайте поговорим о рифмовках на дошкольном этапе. Начиная заниматься иностранным языком, ребенок испытывает огромное желание заговорить с первых минут на втором языке. И в целях сохранения этой сильной мотивации к изучению языка необходимо приблизить перспективу говорения и поддержать его первоначальное стремление незамедлительно вступить в процесс коммуникации. В данном случае именно рифмовка облегчит процесс заучивания первоначального блока необходимых для общения фраз и сложных для запоминания лексики. Разучивание рифмовок отвечает возрастным и психологическим особенностям детей. Рифмовка усваивается детьми наиболее быстро и легко, обладает такими признаками, как краткость, ритмичность, звуковая повторяемость. Чтение рифмовок доставляет удовольствие, а то, что пережито эмоционально положительно, надолго останется у детей в памяти. Вот здесь уже в чате и разнообразные отзывы, и то, что они интересны, и то, где можно заниматься, и купят ли родители, не купят ли родители. А мы с вами посмотрим пример рифмовки. Перед вами сейчас пример из первого занятия. Упражнение третье. Повтори. Рифмовка у нас здесь такая маленькая. Hello to all. Hello to you. Hello. Hello to all of you. То есть она у нас коротенькая, запоминающаяся, созвучная. Что нам пишут авторы в книге для родителей и воспитателей? Рифмовка-считалка для повторения. Здравствуйте. Произнесите вместе с детьми рифмовку, имитируя действия в соответствии с текстом. Подготовьте фигурки героя в книге, вырезанные с третьей страницы обложки. Предложите детям разыграть сценку с героями, используя фразы из предыдущих занятий, что подразумевается под третьей страницей обложки. Подразумевается, что у нас дети могут вырезать героев с твердой обложки. Вот они, пожалуйста, здесь. То есть это на обратной стороне обложки. Ну вот уже на утреннем вебинаре коллеги тоже писали, а как потом быть с книжкой, не развалится ли и так далее. Книжка, конечно, не развалится, потому что здесь только на полстраницы данной картинки, но, тем не менее, конечно же, вы можете просто отксерокопировать и распечатать на плотной бумаге нужны вам вот эти картинки и, соответственно, их уже разрезать и раздать детям. Рифмовка есть и, например, в сказке к курсу. К курсу написана специальная сказка. Давайте мы ее с вами послушаем, чтобы уже одну рифмовку я вам прочитала, а вторую мы послушаем голосом автора курса. Радислав Петрович сам сказку начитал. Давайте мы послушаем. Дорогие ребята, если вы хотите узнать об удивительных приключениях английских детей Сандры и Александра в загадочном волшебном саду, то слушайте и смотрите. Эпизод первый. Сандра и Александр – это английские дети. Они живут в столице Англии, в городе Лондоне. Дети-близнецы. И это значит, что Сандра и Александр родились вместе в один и тот же год и день. Мама с папой и друзья ласково называют их Санди и Алекс. Когда Сандра и Александр хотят познакомиться, они говорят по-английски «I am Sandy», «I am Alex». Взрослые и дети отвечают им «Hello, Sandy», «Hello, Alex». Санди говорит «I have many friends», «У меня есть много друзей». Алекс тоже гордо рассказывает «I have many friends too», «У меня тоже есть много друзей». Эпизод второй. Сандра и Александр живут в доме на окраине Лондона. Вокруг дома у них есть сад. Сад по-английски «a garden». Сандра говорит «I like my garden», «мне нравится мой сад». Александр повторяет за сестрой «I like my garden too». В саду созревают яблоки, apples, груши, pears и вишни, cherries. Еще в саду есть густые кусты малины. Эту ягоду дети особенно любят, и каждый говорит «I like raspberries», «я люблю малину». А вот бананы и апельсины не растут, потому что в Англии для них слишком холодный климат. Эпизод третий. Однажды утром дети проснулись, сделали зарядку, умылись и перед завтраком, как всегда, пошли поиграть в саду. Больше всего Санди и Алекс любят играть в прятки и прятаться в кустах малины. Делать это нужно осторожно, так как на кустах малины есть колючие шипы. Санди спряталась и стала терпеливо ждать момента, когда Алекс скажет громко до конца свою считалку и начнет ее искать. Вот такая вот есть здесь и рифмовка в сказке, вот такая вот есть сказка. Вижу здесь очень активное обсуждение. К обсуждению у нас подключился и Радислав Петрович Мизов, сам автор. Обсуждают в основном коллеги, стоит ли использовать русский язык на занятиях. Ну вот, конечно, странно будет, если занятия будут вообще без базы родного языка. Еще коллеги писали тоже в чате, говорите Сандра и Александра, а написано Санди и Алекс. Это коллеги немножко опередили сказку, в которой говорится как раз, это у меня третий эпизод, если на слайде помещен, а в первом эпизоде написано, что ласково родители их называют Санди и Алекс. Так, коллеги, приступим дальше. Помимо рифмовок, конечно же, и интересных сказок, использование игры в дошкольном возрасте важно, потому что ведущий тип деятельности ребенка в дошкольном возрасте это как раз сюжетно-ролевая игра. И как раз Даниил Борисович Риконин подчеркивал, что игра относится к символико-моделирующему типу деятельности, в котором операционно-техническая сторона минимальна, сокращены операции и условные предметы. Игра даст возможность такой ориентации во внешнем, взримом мире, который никакая другая деятельность дать не может. Вот, давайте посмотрим на пример такой игры. Это игра тоже из первого занятия. Что мне хотелось здесь вам показать, помимо того, что, да, как выглядит это в самом уроке, это как описывается игра в книге для воспитателей и родителей. Посмотрите, пожалуйста, очень подробно написано, что как поиграть с данными карточками, что с ними делать, да. Заранее нужно подготовить карточки с картинками, далее показать картинки детям, называя их по-английски, разложить перед ними, разложить карточки по разным местам в комнате и по очереди попросить детей переносить определенную карточку, используя фразу «bring me». После того, как дети помогут собрать все карточки, стоит с ними поиграть в прятки, то есть перевернуть карточки изображения вниз, каждый раз называя изображение «it's» и говорить, что здесь на карточке, да, по очереди попросить детей вспомнить, где лежит нужная вам карточка, перевернуть ее, показать всем и сказать, что на ней изображено с помощью выражения «it's». И если ребенок открыл правильно карточку, конечно же, похвалить его и сказать «yes, well done, it's» и повторить, что это. Если ребенок открыл карточку неверно, то спросить его «is it?» и снова попросить детей найти спрятавшийся предмет. То есть вот, пожалуйста, здесь сразу две игры, одна перетекающая в другую, описаны, то есть карточки мы берем из разрезного материала, смотрите, да, тематические карточки для активной игры, все они у нас цветные, все они есть, не только, да, на форзации учебника, да, они есть и подписаны каждое, какому они занятию, они довольно крупные, то есть очень как раз удобно смещаются в ладошку ребенку. Описано в книге для воспитателей и родителей и структура занятий. Это очень удобно, то есть вы сразу с самого начала знакомитесь с структурой занятий и уже по ней ориентируетесь по всему курсу, потому что все занятия имеют идентичную структуру. Языковой материал записан в аудиоприложении для удобства воспитателей и родителей и может использоваться как речевой образец. А каждое занятие состоит из следующих упражнений. Все они, посмотрите, перечислены, да. Первое – посмотри, послушай, повтори. Послушай и расскажи. Второе. Третье будет – повтори как раз с рифмовкой то, что мы с вами и послушаем, сейчас и посмотрим. И я показывала пример рифмовки как раз из третьего задания. Четвертое – выполни задание и скажи. Пятое – посмотри, послушай, когда дети используют языковой материал в мини-ролевой игре. Шестое – это будет «Раскрась и назови». И седьмое – как раз «Поиграй в игру», то, что мы сейчас с вами посмотрели. Но тоже, коллеги, обсуждают, что все дети разные. И про зону ближайшего развития обязательно вспомнили. Итак, что еще можно найти в книге для воспитателей и родителей? Конечно же, содержание занятий. Причем это будет в каждой книге, оно, естественно, свое. Это очень такая хорошая, довольно крупная, большая и раскрывающая содержание всего пособия таблица. Смотрите, пожалуйста. То есть я ее вам обрезала, конечно. То есть выглядит она на самом деле намного крупнее, больше. Я сейчас вам немножко приближу, что там можно найти. Найти там, конечно же, можно по каждому разделу. По номеру занятия будет прописана тема. Указано, посмотрите, каждое задание на что оно, на введение в тему, что там будет, например, слушание рассказа или рифмовка-считалка и так далее. И указано время. Время здесь указано, конечно, максимальное, которое можно, в принципе, потратить на то или иное занятие. Зачем здесь вообще дано время? Это дано для молодых специалистов, которые вот только-только столкнулись с тем, что им нужно преподавать английский у дошкольников. То есть вот здесь указана как бы верхняя планка времени. В какой части каждого года такая таблица? Такая таблица в самом начале книги для родителей и воспитателей. Сразу же после содержания в каждой пособии будет идти, соответственно, эта таблица. В каждом пособии. Пожалуйста, я сейчас вот колубенькое держала. То же самое мы можем с вами открыть, посмотреть. В первой части, пожалуйста, для тех, кто не верит. И дальше у нас как раз идет наша прекрасная, замечательная таблица. То есть здесь уже как планирование, оно все уже есть. Все это уже можно как раз использовать. Да, вот как раз пишут коллеги, что для молодых значимо говорить о структуре и о содержании. Вот я как раз и говорю про время. То есть здесь указано максимальное время, которое можно затратить на определенное упражнение. Потому что, согласитесь, если бы этого не было бы, мы вообще бы не знали, сколько времени стоит затратить на то или иное упражнение. Сколько времени это уже опробировано, что вот столько затрачивается на рифмовку, а вот столько на ролевое общение и так далее. А здесь уже эта планка указана. То есть мы можем и в нее уже спокойно вписаться. Давайте посмотрим, как будет выглядеть, если мы, например, с вами хотим разобрать разворот, провести занятие по теме «Обеденное время», «Dinner time». Это занятие четвертое в четвертом шаге. Накрываем на стол. Здесь «Lay in the table». Здесь прописано, посмотрите, что мне кажется очень важным. Уже такой готовый полностью конспект. Прописана цель. Прописаны задачи. Я не буду их читать, вы их можете сами прочитать со слайда. Это указан языковой материал для активного употребления в речи. Дан языковой материал для пассивного владения. И описаны ожидаемые результаты, что дети будут знать и что они будут уметь. То есть вот, пожалуйста, все это расписано, все это дано, вся лексика дана с переводом для того, чтобы и воспитатели, и родители могли по этому ориентироваться. Вот, пожалуйста, разворот. Как раз на обеденное время. Занятие четыре накрываем на стол. Давайте посмотрим прямо по заданиям. Первое задание. Посмотри, послушай, повтори. Look, listen and repeat. Что нам пишут авторы в методических рекомендациях? К первому заданию. Это введение в тему. Напомните детям английские названия предметов. Попросите детей описать все, что они видят на картинке с помощью уже известной им фразы. I can see. Например, I can see flowers. I can see a plate. И так далее. То есть здесь уже даны и с примерами. И указано четко, что нам стоит провести с детьми. Вернемся к нашему развороту. То есть вот мы у них все спросим, что они могут видеть. Дети расскажут, опишут данную, получается, картинку. Вот, пожалуйста, уже общение на базе того, что они уже усвоили. Второе задание. Оно у нас, смотрите, с ушками, с наушниками. Второе, третье задание. Послушай, расскажи. Listen and tell. Мы слушаем рассказ. И во время чтения рассказа либо мы его читаем, либо мы его слушаем. Как я уже сказала, можно, соответственно, и читать самому. Потому что у нас есть в методических рекомендациях полностью этот рассказ. Да, вот пришло время обеда. Дина и так далее. Можем включить аудиозаписи, использовать ее. Потому что коллеги очень часто спрашивают, стоит ли прям обязательно включать аудио, или я могу сама прочитать. Можете, конечно, сами. Во время чтения рассказа нужно уделить особое внимание новым английским словам. Дина и суп. То есть вот, пожалуйста, да. После прослушивания нужно попросить детей исправить ошибки в поведении Александра и рассказать, как следует вести себя за столом. То есть вот, пожалуйста, все это описано. Давайте мы с вами послушаем как раз аудиозапись, которая дана на диске, ко второму упражнению. Послушай и расскажи. Listen and tell. На суповую тарелку он сверху ставит мелкую тарелку для второго блюда. Мальчик положил в кучу нож, ложку и вилку. Опять неправильно. А ты знаешь, как нужно расставлять на столе тарелки, стаканы, ложки, вилки и ножи для обеда? Вот такое вот, пожалуйста, аудио. И давайте сразу послушаем к повтори, к следующему заданию с рифмовкой аудиозапись. Повтори. Повтори. Repeat. Имитируя действия в соответствии с текстом. Подготовьте фигурки героя в книге, вырезанной из третьей страницы обложки. Предложите детям разыграть сценку с героями, используя фразы из предыдущих заданий. Вот здесь все описано. Далее мы переходим к следующему заданию. Это выполнить задание из каждой do and say. Здесь мы говорим детям, что им нужно соединить точки и назвать тот предмет, как те предметы. Здесь у нас два предмета, которые у них получились. Соответственно, у них получится в ответе it's a plate и it's a spoon. Тем временем коллеги в чате обсуждают плюсы и минусы в гос.д.о. Вот я совершенно согласна с Радиславом Петровичем. Он пишет, что в гос.д.о. главное развитие – желание ребенка учиться дальше. В гос.д.о. это развитие. Там категорически запрещается проверять у детей количество заученных слов. Я об этом говорила. И только развитие личности и желание учиться дальше. Все-таки, когда по гос.д.о. есть не ограничения, а больше свободы, это, конечно, намного лучше. Там нет даже применения изученного. Там есть вовлечение в развивающую деятельность. Развитие важнее заученных слов. Совершенно согласна. Посмотрим на следующий разворот. Страница 18-19. Задание 5-6-7. После того, как мы уже и соединили точки, и разучили, повторили рифмовку, и познакомились с новой лексикой, и уже чего мы только не делали, мы переходим к ролевому общению. Посмотрите, пожалуйста. Воспроизведение ситуации по серии картинок Чарли приготовил для Китти обед. Задание нам. Расскажите детям, что главное блюдо на обед – это суп. Прочитайте детям английские выражения, указывающие на соответствующую картинку. Пожалуйста. У нас такой своеобразный. Здесь комикс. Замечательная кошечка и собачка, которые между собой общаются. Здесь у нас правило, как накрывать на стол. Описывается и здесь рассказывается, что такое суп, хотя дети и так это поймут. То есть вот, пожалуйста, все очень красочно и привлекательно. Переходим к шестому заданию. Здесь у нас раскрасим назови. Главная задача – это помимо того, что просто раскрашивать предметы, которые там изображены, нужно попросить детей вспомнить, как называются эти предметы по-английски. И, конечно, если детям трудно вспомнить английское слово, то нам стоит им подсказать. И седьмое мы уже рассматривали с вами. Это поиграя в игру. Здесь игра, конечно же, из других уже карточек, но, тем не менее, цели у игры и условия остаются те же самые. Это bring me и игра в прятки, на перебертыше. Да, вот главное, чтобы методы диагностики… Я просто читаю про методы диагностики. Вы пишете в чате про ВДО и в детских садах вообще, в принципе. Но главное, чтобы помнить, что по ВГОСДО прописано, что никакой диагностики у нас проводиться у детей не может. Вообще никакой. То есть, если вы хотите, я вам могу, в принципе, даже сказать какие-то параграфы в ВГОСДО, потому что я с собой захватила его. Если вы хотите глянуть, то там, где описывают целевые ориентиры, это будут параграфы 4.3, 4.4 и 4.5. Вот в этих параграфах описано как раз самое главное, то, что вас сейчас интересует, это оценка по ВГОСДО. Далее посмотрим на ИКТ-компонент. В нашем случае это мобильные приложения, потому что в чате уже был вопрос, есть ли помимо аудио какие-то компьютерные программы, например, к данным книгам. К книгам есть мобильные приложения. Здесь можно скачать. Можно зайти на сайт English Teachers, где вы регистрируетесь на наши вебинары, и выбрать там вкладку Mobile Apps наверху справа. Можно просканировать QR-код на книжке. Такой QR-код есть на каждой книжке к дошкольникам. Посмотрите, вот, например, на 12 шагах или на пособии Юрия Геннадьевна Курбановой. Тоже такой код, пожалуйста, есть. Можете просканировать его. Можете перейти по ссылке. Соответственно, можете установить приложение. Если ваш Google аккаунт привязан к компьютеру, вы в него вошли, и у вас также, например, Android, соответственно, вы все скачиваете в Google Play, в магазине, то можете прямо санкционно с компьютера установить себе на ваш гаджет это мобильное приложение. Есть они и для платформы Android, и для iOS. iOS используется как дополнительное средство повторения изученной лексики, представляют собой серию коротких игр, используются только крупные изображения без мелких элементов, интенсивность цвета тщательно подобрана, используется вариативность порядка предъявлений и закрепления материала, и игры представлены в трех этапах. Первый этап – это предъявление материала, когда у нас на экране анимированная картинка, и можно послушать, как это слово по-английски звучит. Второй этап – это отработка понимания слова на слух, когда мы, наоборот, кликаем на аудиовоспроизведение и выбираем картинку к тому, что мы услышали из четырех картинок. И третий – это чтение целым словом, когда у нас уже негде послушать, мы видим слово написанное, и нам нужно догадаться, какую картинку нужно в данный момент кликнуть. И использовать их, конечно же, можно, эти мобильные приложения, в свободное время до, или после, или во время занятий. Вот посмотрите, пожалуйста, как раз вкладочка Mobile Apps на сайте EnglishTeachers. Я вам не вру, вот она есть, справа вверху, красненькая мы ее подсветили, чтобы было проще найти. Кто спрашивал, где что-то купить, пожалуйста, вот интернет-магазин фиолетовым подсвечивается, если зайти на www.englishteachers.ru. Куда мы можем перейти, если хотим установить с компьютера? Мы можем кликнуть, например, если мы хотим установить на базе Андроида, на слово «Андроид» в любой из игр, которые здесь представлены, или ниже на странице представлены, они у меня в скриншот не уместились. Попадем мы, соответственно, с вами в Play Market на страницу разработчика Computers for Education Ltd. И у нас все эти игры здесь уже высвечены. Вот, пожалуйста, например, к пособию «12 шагов» к первой книге «8 занятие», к первой книге «3 занятие» и так далее. Тоже мне не все поместилось на скриншот. Выберем, например, для установки мы хотим установить занятие «7» из «2 книги». Соответственно, кликаем на «Установить». У меня оно уже установлено, но тем не менее. И ждем, через какое-то время оно появляется у нас на нашем устройстве. Если вы хотите сразу, допустим, планшету установить, как я сделала на скриншотах, то вы можете проделать все точно тот же самый путь. Кликнуть на Android, вас, соответственно, тут же система запросит зайти через Play Market. Выбираете, заходите, и вот, пожалуйста, внизу страницы видите еще «Откопируй свой Education Ltd». Можете выбрать здесь, если сразу нужно вам занятие здесь. Мне было нужно к второй книге «7 занятие» в тот момент. Я сразу же его выбрала и установила. А можете раскрыть через кнопочку «Еще», посмотреть, какие еще приложения есть у этого разработчика. Для ПК нет приложений. Нет. Под Android и под iOS. Итак, установили, и, пожалуйста, мы можем также еще и через поиск в самом Play Market найти по фамилии автора. Я, например, сделала вам скриншот, я вчера попыталась. Не знаю, у коллег сегодня утром не сработало это то же самое на iOS, но, тем не менее, на Android, пожалуйста, вот все работает. В Play Market я вчера проверяла. Если выбить фамилию автора «Millroot», то все эти приложения выскочат здесь сразу. И вы можете установить то, которое вам нужно. Вот давайте посмотрим. Вот коллега уже пишет, что у меня сын установил. Хорошо. Я думаю, что ему понравится. Я, по крайней мере, вчера сама с удовольствием поигралась. Допустим, мы с вами проходили занятие седьмое в четвертом уроке. «Мир вокруг меня», «Самолет в небе». И, соответственно, мы с вами проходим здесь «Транспорт». Мы скачиваем себе приложение, как раз седьмое занятие второй книги. Первое, что мы видим, это у нас заставка со словом «Старт». Кликаем на кнопочку «Старт», переходим в такое вот меню. Как я и сказала, игра у нас в три этапа. Предъявление, смотрите, здесь как демонстрационный экран, слушание, аудирование, и метод чтения целым словом. Как это выглядит дальше? Смотрите, пожалуйста. Для предъявления демонстрируется, как это слово пишется, и, соответственно, как эта картинка, что из себя представляет и произносится. Мы все это вместе знаем и узнаем, что у нас есть «a car», «a plane» и так далее. То есть это как закрепление. Мы, конечно, эти слова уже прошли в курсе «12 шагов», но, тем не менее, мы их можем еще и с помощью мобильного приложения повторить. Дальше, когда мы переходим к разделу, где нужно слушать этот второй этап игры, мы уже видим, что это уже все-таки как своеобразная игра высвечена, потому что у нас появляются четыре звездочки наверху, и возникает вопрос, зачем они нам нужны. А нужны они нам для того, чтобы отметить свой успех, потому что за каждое правильное кликание на правильную картинку мы получим звездочку. Например, мы кликнули на «прослушать» и нам сказали «a car». Мы, соответственно, должны выбрать машинку. Если мы выбрали правильно, смотрите, как в моем случае, машинка у нас увеличится, помигает нам фарами, и мы за это получим с вами звездочку. Когда все четыре изображенных предмета будут правильно, верно выбраны в верный момент, соответственно, здесь будут все четыре звезды, и у нас будет такой подарочный салют из шариков. Вот коллеги уже пишут, что через Play Market на телефон все скачалось. Никого тут выкидывает из приложения? Во время просмотра выкидывает из приложения? Я вчера специально проверила, правда, у меня только Android, я не могу сказать, к сожалению, ничего про iOS. Но как минимум для Android все работает, все приложения скачала, нигде ни паролей, ничего не просила. Все это вроде бы все хорошо работает, и с телефона причем, и с планшет. Далее, с медным чтением целого слова. То же самое, у нас соответствующая будет игра. Да, только мы уже не слушаем, у нас здесь до этого была кнопочка прослушать, а уже слово читаем. Нам предъявляется слово, например, a train. Ребенок должен правильно выбрать и кликнуть именно на пояс, а не на самолет и не на машинку. Соответственно, он за это получит, правильно кликнув, звездочку. После того, как все четыре слова верно отгаданы, у ребенка будет четыре звезды и салют из воздушных шариков в подарок. Что очень удобно и интересно. Можете тоже проверить те, кто уже на Android идеально. Те, кто уже скачали, могут проверить. Если вы решите с ребенком, или сами, самим тоже интересно поиграться. Например, вы прорешали со звуком, все четыре картинки отгадали, шарики у вас уже вверх улетели. Попробуйте нажать оранжевую кнопку «Вверх выйти», то есть вернуться в главное меню, где у нас три варианта игры изображено, и зайти заново тоже в ту же самую игру на прослушивание. Вы увидите, что у вас будут абсолютно в другом порядке произноситься аудио, и картинки поменяются местами. То есть сколько раз вы будете заходить, столько раз они будут меняться. Что касается ресурсов, сразу же на все вопросы. И в ГосДО, если кто-то еще вдруг не скачал себе, пожалуйста, скачивайте. Читайте пункты с 4.3 по 4.5 про оценивание, то, что их нельзя оценивать, маленьких детишек. Где можно купить 12 шагов к английскому языку, к стихии загадки О, и где можно бесплатно скачать мобильные приложения к книгам. Единственное, что у меня есть вариант, почему сейчас не получилось скачать на Android, что все 318 человек, которые сейчас слушают, решили в один момент установить приложение. И, наверное, Play Market решил с этим не исправиться. Посмотрите, пожалуйста, стихии загадки О. Цена одной книги 50 рублей, очень демократично. 12 шагов к английскому языку, цена тоже за одну часть 138 рублей. С утра коллеги писали, что очень удобно это все, и сразу заказать в интернет-магазине, и не такая уж большая переплата получается за доставку. Кто-то даже написал с утра в чате, что дешевле получилось, какую-то часть преподаватель купил в магазине или на педмарафоне, я точно не помню, а какую-то часть заказал через интернет-магазин. Выяснилось, что через интернет-магазин было дешевле. И полезную информацию для вас повторю еще раз, что 23 апреля в 11 утра и в 3 часа дня по московскому времени состоится авторский вебинар Натальи Александровны Юшиной, автора курса «12 шагов к английскому языку». Тема «Практические приемы и технологии обучения английскому языку дошкольников в возрасте 4 лет». С утра автор у нас тоже был в чате, обещал, что на вебинаре покажет видео даже с занятий с детишками. Так что приходите. Ставьте ссылку на игры, сейчас вернусь. Так что приходите, регистрируйтесь. Зарегистрироваться на вебинары можно, да, можете зайти сейчас по ссылке, если кто-то еще не зарегистрировался. Можете, как обычно вы это делаете, допустим, с письма информационного. Я надеюсь, что все нашли приложение. Возвращаю ссылку, тогда оставлю вас на слайде ресурсы. Коллеги, есть ли какие-то вопросы ко мне? Может быть, по содержанию еще что-то не спросили? Вроде бы я все показала, то, что у нас и диск здесь есть, и книга для родителей и воспитателей. Чем данное пособие выигрышное аутентичных? Я считаю, что с этим вопросом вам лучше 23 числа прямо авторам спросить. Вебинар от 23 апреля будет в архиве? Не успею по времени зайти. Если не успеете ни в 11, ни в 3, то, конечно же, если видеозапись получится, я надеюсь, что она, конечно же, получится, то будет он, конечно, в архиве. Да, презентацию, как и обещала, завтра выложим для скачивания. Вопросов нет. Коллеги, если вопросов нет, давайте тогда мы дадим вам код для генерации сертификата. Есть ли рабочая программа? Рабочая программа готовится к выходу. Куда зайти, чтобы скачать презентацию? Вы можете, если сейчас коллеги никто в чат не дадут ссылку, то в любом случае вы можете зайти на englishstitches.ru, зайти на форум, выбрать там издательство титула, это будет буквально четвертая сверху тема, раздел. И там уже выбрать семинары и вебинары, и вы увидите там как презентации с вебинаров. Коллеги, вам спасибо, что приходите и слушаете. Вот даже те, кто пишет, что дошкольников не учат, но хочется приобрести. Да, я уверена, что и для начальной школы, и особенно я из опыта своего, почему серия не четырех, а с трех, потому что на три года у нас пособие готовит, Алексей Васильевич к выходу. И как раз вспоминаю, что в первом классе на внеурочной деятельности очень не хватало пособий. Вот можно как раз такие пособия, целый курс, брать из него и использовать, конечно же, материалы. Коллеги, спасибо вам большое за внимание, и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!